всем доброго дня я доф сегодня мне такая чудесная испанка принесла за эту третью с разбитым дисплеем пол экрана реагирует половина нет зарядили батарею немного 13 процентов достаточно этого бронзовый цвет красивый и так заказали мы дисплей цена такого дисплея приблизительная цена 100 евро ну плюс где-то 30 евро за замену и того 130 140 евро обойдется замена дисплейного модуля не сильно отличается от z2 очень тонкие очень тонкое стекло дисплей чем дальше тем тоньше и так давайте приступим я выставляю 300 градусов на фене снимаем крышку кстати крышка у z3 если не ошибаюсь стеклянная в отличие от своих предыдущих моделей да стеклянная крышка в отличие от z2 там стоял пластик от z1 поэтому можете нагреть чуть посильнее чем на предыдущих моделях снимаем крышку аккуратно стеклянная крышка сами делайте выводы есть свои плюсы есть свои минусы я имею ввиду при снятии крышки то есть и уже не сможете изогнуть так сгибали пластиковую что она может треснуть ну а плюсы можно посильнее нагреть при падении смартфона мне кажется было все таки удобнее пластиковая крышка я думаю стекло не выдержит такого удара как выдерживал пластика тем более такое тонкое видите так сняли одну сторону сильно не деформируем при снятии давайте прогреем еще середину уже приклеена еще и к батарейке немного прогреем прогреем еще немного с одной стороны вот так придерживаем да тут непонятно что отклеивается батарейка каркаса или крышка батарейки наклеиваем такая конструкция непонятная антенный модуль дополнительный зачем вот это вот сказать затрудняюсь и так сняли крышку разбираем стебнем батарею вытаскиваем батарею она наклеена не так сильно как предыдущие собратья ее каркасу видите да совсем легко можно поддеть достать ее сняли батарею снимаем нижний модуль такие золотист золотистого цвета два винта держу снимаем термопластик нижняя прокладка батареи будьте внимательны с этим нижним модулем он так немного под замороченной в разборке и в сборке сам иногда путаюсь так сняли два винта снимаем коаксиальный кабель аккуратно отстегиваем всегда отстегивайте коаксиальный кабеля с этой стороны я покажу поближе разборку самого модуля видно получше снимаем коаксиальный кабель всегда снимайте вот именно вот с этой стороны ни в коем случае не головку и тем более не тащите за за сам кабель синий можете запросто оторвать все это дело далее здесь у нас стоит металлическая заглушка соединяем ее соединяем ее сняли заглушку она придерживает разъем нижнего громкоговорителя соединяем виброзвонок аккуратно можно вытащить даже таком чехле розовым резиновым далее соединяем разъем шлейфа соединяем точнее здесь вот такие две защелки вот одна и вот вторая антенного модуля давайте их Yani 46 48 48 55 Сстегнули антенну модуль. Разъем громкоговорителя нижнего динамика отклеиваем на двустороннем скотче половина скотча осталось на разъеме половина на самом динамике снимаем снимаем антенны модуль так далее снимаем звонит телефон не вовремя снимаем нижний модуль вытащили нижний модуль здесь находится у нас динамик антенная составляющая вторая у нас отлетела так далее убираем наполовину вот этот вот медный скотч чтобы вытащить эту металлическую заглушку далее снимаем микрофон аккуратно соединяйте микрофон чтобы не повредить вот этот вот кабель его далее снимаем металлическую заглушку вот он соединяем основной шлейф вот он наш разъем клеиваем включаем фен ставим 300 градусов где-то приблизительно тут пластик лучше снять потому что он все равно сейчас деформируется снимать удобнее ну в данном случае вот с верхней точнее с нижней стороны потому что верхняя разбитая снимаем с разбитой стороны сыпаться стекла так далее крошится экран немного неудобно будет отсоединять так нагрели дисплей соединяем его аккуратно от каркаса вот такой вот видите на третий из этих скотча даже не скотч это больше похоже на силикон если герметичный скотч еще можно было найти на сайте то не знаю такой клей нужно постараться еще найти данный дисплейный модуль мы будем менять без соблюдения герметичности клиент об этом предупрежден конечно же вообще когда берете на ремонт это непроницаемые телефоны всегда нужно решать вопрос с герметичностью особенно при замене дисплейных модулей потому что часто бывает когда после замены клиенты суют смартфоны в воду удаляем крошку сыпется стекло периодически удаляйте ее чтобы стекло не втыкалось в руки давайте очистим немного оставшийся силикон который остался у нас после дисплейного старого разбитого дисплейного модуля все чисто не забудьте динамик который у нас остался вместе со стеклом да ставим его обратно и так давайте проклеим дисплей точнее место дисплей куда мы его будем приклеивать проклеивать будем обычным скотчем постоянно проклеиваем я наверно пока поставлю на паузу и так вот мы проклеили продолжаю снимать полностью проклеили периметр весь видите да обычным скотчем такой вот пыли защитный пластик стоял на старом дисплее давайте вернем его на место и так снимаем бумажки просто так и так и так и так и так и так Субтитры сделал DimaTorzok Снимаем защитный пластик с дисплейного модуля Вставляем Еще раз хорошо проверьте поверхность В которую вы сейчас будете ложить, укладывать дисплейный модуль Если кажется, что на вашем скотче какая-нибудь крошка стекла или еще какая-нибудь мелочь То дисплей уже будет выпирать Появится щель, оно будет не очень красиво Поэтому, как следует, проверьте все, чтобы ничего не оставалось на посадочной поверхности Абсолютно не... Потому что потом придется снимать все это опять Нагревать и так далее Проверьте все как следует Вставляем дисплейный модуль Разъемы вперед Ставим разъемы Вот они у нас вылезли здесь с этой стороны Укладываем дисплей аккуратно Вроде все нормально Никаких щелей Все ровно, красиво Так, укладываем шлейф на свое место Ориентируйтесь по отверстиям По вот этим вот Покажу поближе Вот эти вот отверстия, видите, да Должны совпадать Вот это вот Нижняя то же самое Укладывайте ровно по отверстиям Соединяем разъем тачскрина Соединили тач Далее укладываем заглушку Микрофон соединяем Аккуратно, сильно не надавливайте Чтобы не повредить разъемы Такие сверхтонкие Хрупкие Поэтому Сила здесь неуместна Не получается у меня соединить Давайте его Попробую Пристегнусь сбоку Пристегнули Обычно разъемы не пристегиваются Когда не совмещены отверстия Вот эти вот, про которые я говорил в начале Поэтому Будьте внимательны Заглушку ставим Далее у нас идет нижний модуль Давайте уставаем микрофон Своё отверстие Вставим микрофон Далее ставим нижний модуль Вот она и составляющая Так, резко стеряем Вставили Застегнули Коаксиальный кабель Можно уже пристегнуть Так, антенный модуль Давайте застегнем Нижний шлейф Я поспешил с разъемом Вставляем антенный модуль Вставите его внутрь Застегивайте пазы Вот эти вот самые Вот эти вот Один паз Здесь второй Далее Ставим разъем громкоговорителя Виброзвонок Пристегиваем на место У нас остался Так, вот Прошу прощения Совсем забыл Не помню Даже когда он у меня Отлетел в розовый чехол Вот виброзвонка Не потеряйте его Ставим Так Закручиваем винты И вот здесь у нас Металлическая заглушка стояла Ставим ее на место Далее Прокладка Батарейки Нижняя Надеюсь, что она бы стояла Ставим ее на место Батарея Укладываем батарею Застегиваем Давайте включим Посмотрим Что у нас получилось Итак Перед установкой крышки Сняли мы ее нормально Скотч практически не поврежден Вот Крышку прогреем немного Чтобы восстановить клейкость Данного скотча Если же при снятии крышки Вы его повредили То придется переклеить Наклеить новый скотч Прогрели И прижали как следует Не забывайте еще раз Что крышка у нас стеклянная Запрессуем Вот такими вот Нехитрыми движениями То же самое Дисплей Края дисплея Видите, все работает Все работает Можно пользоваться Всем спасибо за внимание Друзья Только что мы поменяли Дисплейный модуль На Sony Xperia Z-A2 Вот С вами был Дов Подписывайтесь на наш канал Всем удачного дня И удачи в ремонте До свидания Субтитры сделал DimaTorzok